Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюз в студии Анны Глазуновой. Так, сегодня в выпуске. Казанский федеральный университет за здоровый образ жизни. Автор романа Зулиха открывает глаза Гузель Яхина в КФУ. Apple презентовал новую модель iPhone 11. С 2005 года 11 сентября в России отмечают День трезвости. Казанский федеральный университет не остался в стороне. Для студентов-первокурсников прошла акция «Мы за здоровый образ жизни». Все подробности далее. В Казанском федеральном университете прошла акция «Мы за здоровый образ жизни. Трезв, красив, молод и здоров». Наша задача – довести до студентов, насколько важно беречь себя и беречь своих близких. От алкогольной зависимости, от приема даже легких напитков алкоголя, которые могут нести за собой очень серьезные последствия. Акция состоялась в рамках прохождения медосмотра студентов-первокурсников Казанского федерального университета, который начался 10 сентября. Мероприятие прошло в городской поликлинике номер 21. Акция приурочена к Всероссийскому Дню трезвости. Алкоголь в основном и вред – это токсическое действие, в первую очередь на перифаментозные органы, это печень, почки и головной мозг. Это и токсические гепатиты, это алкогольная деменция, это и токсическое поражение почек, которое по сути может привести к инвалидности. Для всех студентов был показан фильм о вреде алкоголя, а также проведен интерактив с психологами. Как правило, у нас недостаточно информации о том, особенно у молодых ребят, как воздействует алкоголь на организм человека и на физическом уровне, и на психическом уровне. Сила воли ослабевает, человек становится как бы не принадлежит сам себе, и по сути алкоголь начинает владеть человеком. Подобные акции проводятся ежегодно, они направлены на то, чтобы студенты-первокурсники начали всерьез задумываться о своем здоровье и дальнейших последствиях. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. В Елабужском институте КФУ прошла презентация республиканского конкурса 50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан. Подробности прямо сейчас. В Елабужском институте КФУ состоялась презентация республиканского конкурса 50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан. Преподавателям в ВУЗе были представлены 9 номинаций конкурса. В презентации принял участие начальник отдела развития и инновационной деятельности инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Айрат Шайдуков. Напомним, что в 2019 году прием заявок для конкурса будет осуществлен уже в 15-й раз. Ежегодно география участников расширяется. За все время проведения конкурса в нем приняли участие 6 стран и 36 городов. У меня есть очень интересный проект по цифровизации образования. Я над этим проектом уже работаю более 10 лет. Я думаю, что будут положительные результаты. Приниматься заявки будут до 15 октября. После 19 декабря будут известны имена конкурсантов, прошедших отбор организаторов. Стало известно, что в рамках проекта состоятся и дополнительные мероприятия с участием федеральных гостей. Одной из таких встреч станет завтрак с президентом Республики Татарстан Рустамом Минихановым. Анна Глазунова, Сирина Иванова, Ислам Хамитов, Универньюз. Российская писательница, автор популярного романа «Зулиха открывает глаза» Гузель Яхина провела творческую встречу в Казанском федеральном университете. В шоуруме высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета прошла творческая встреча с автором знаменитого романа «Зулиха открывает глаза». Гузель Яхина, выпускница Казанского университета, лауреат премий «Большая книга» и «Ясная поляна». Первый роман «Зулиха открывает глаза» Гузель Яхиной и издан на 34 языках мира. Осенью на телеканале России состоится долгожданная премьера одноименного телесериала. В целом, конечно, сюжет очень близок к книге. Единственное отличие серьезное – это новая линия, линия русской женщины Анастасии. Ее нет в романе, а в фильме она появится. Это такой собирательный образ всех русских любовниц главного героя, и играет ее в фильме «Юлия Пересильд». Это, наверное, можно назвать третьей главной ролью фильма. Съемки проходили в прошлом году на территории Татарстана. Одной из съемочных площадок было главное здание Казанского федерального университета. Студенты и преподаватели приняли активное участие в организации съемок. Главную роль в фильме исполнила актриса Челпан Хаматова. Диана Фатыхова, Виолета Басова, Универньюз. Конфликт неравномерности товарооборота между США и Китаем назревал давно, но сейчас данный конфликт набирает новые обороты. Об этом подробнее рассказал профессор Казанского федерального университета Игорь Кох. Торговая война между США и Китаем произошла еще в 2018 году. Все началось из-за того, что Китай поставлял продукцию в США в четыре раза больше, чем США в Китай. О данной экономической ситуации рассказал Игорь Кох, профессор Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета. США являются крупнейшим потребителем в мире, причем потребляющим намного больше, чем сами производят. А Китай является крупнейшим производителем в мире, причем производящим намного больше, чем сам потребляет. Они являются взаимодополняющими друг друга и друг без друга они существовать практически не способны. По сравнению с долларом, курс юань слабеет, и данный конфликт перерастает в войну валют. Валютная война – это очень серьезный аргумент в торговой войне в целом. И мы сейчас видим, что Китай постепенно осуществляет девальвацию юаня. Американцы по этому поводу очень сильно нервничают. Противостояние двух стран отображается и на экономике России, из-за чего приходится корректировать прогнозы на рост развития страны. Сокращение возможностей для китайского экспорта в США будет означать сокращение спроса Китая на нашу продукцию. Если Китай будет ограничен в возможности экспортировать свои товары в США, то снизится способность Китая приобретать для собственного потребления внутреннего товара в России, в том числе сельскохозяйственную продукцию. И это тоже ударит по российским производителям. Также Игорь Кох поделился своим прогнозом о том, кто выйдет победителем из данного конфликта. Больше шансов выйти победителем у Китая. Производитель может обеспечивать себя, по крайней мере, необходимыми товарами, необходимыми услугами для внутреннего рынка. Конфликт между США и Китаем набирает свои обороты и влияет не только на экономику России, но и на весь мир в целом. У компании Apple 10 сентября прошла осенняя презентация. Первый iPhone с тремя камерами. Мы провели опрос среди студентов, чтобы узнать их мнение о новом телефоне. 10 сентября прошла презентация iPhone 11 компании Apple. Новый iPhone получил 6 цветов и 2 камеры. Появился режим ночной съемки. Умеет снимать в 4К. Работает на час дольше, чем XR. А iPhone 11 Pro имеет 3 фронтальные камеры и 4 цвета. Быстрая зарядка теперь идет в комплекте с Pro-версиями iPhone. Нам стало интересно, смотрели ли люди презентацию, что они думают по поводу новой модели. И приобрели бы они себе этот телефон. Дизайн меня не сильно впечатлил, потому что эти три камеры как-то не очень смотрятся. По комплектации, по начинке она крутая. Каждый раз iPhone выпускает наиболее революционные модели, которые все-таки в мире пользуются большим успехом. Честно, очень скептически относился к этим камерам, но я уверен, что пойдет какое-то время и всем оно понравится. Потому что там новая система. Но дизайн, конечно, желал быть лучшим. Да, думаю, приобрел бы. Потому что это инновация, это самый мощный аппарат среди смартфонов на данный момент. Неплохая камера, а так все то же самое осталось. Нет, я бы приобрел что-то проще и фотоаппарат отдельный. Меня очень смущает то, что там на iPhone Pro три камеры. И для меня это как-то смотрится не очень эстетично. Как будто ракашка какая-то. А так, мне кажется, он, в общем-то, ничем не отличается от XR. Да, мне очень понравилась новая версия. Мне кажется, это будет очень классно. Все-таки у него будет три камеры, это очень интересно. Минимальная цена на 11 Pro, вроде, составляет тысячу долларов. Если приводить на наши, это 70 тысяч. Но с счетом на оценки где-то 90. Это не стоит его, легче всего мог бы купить. Как мы видим, большинству запрошенных людей не нравится дизайн нового iPhone. Но, несмотря на это, они при возможности хотели бы приобрести себе этот телефон. Анна Глазунова, Айда Алиева, Ленардо Витяров, Универньюз. На этом у меня все. Еще увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова